Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Тор из Турции. Как мы говорим, Шма и Исраэль, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая будешь повторять слова эти. И вот, так оно и есть. И сидя дома и находясь в дороге. Недавно была из Рима, сейчас из Турции. И мы живем в эпоху чудес. Вы знаете, если бы сто лет назад вы кому-нибудь сказали бы, что вы слушаете урок Торы от одного и того же человека, который проводит его сегодня в Риме, завтра в Иерусалиме и послезавтра в Турции. Доброе утро, да, Миша? Вам бы не поверили. Никто бы вам в жизни не поверил. Сказали, это магия. Даже магии не могут так делать. А оказывается, да, сегодня мы спокойно видим, как это все работает. Значит, мы изучаем сейчас недельная глава Ницавим. Ницавим. Как раз-то недельная глава перед Роша Шанана изучается. И, значит, в ней тоже вот этот вот момент, когда весь народ Израиля стоит перед Всевышним. И вот понимание того, что Всевышний, он воспринимает каждого в отдельности, да? Почему? Откуда мы знаем, что Всевышний воспринимает каждого в отдельности? Мы это знаем из той же Шма-Исраэль. Когда в Шма-Исраэль мы говорим, это обращение Богу. Шма-Исраэль. Бог обратился. Ашем. Бог наш во множественном числе. Бог один. Он един. И дальше идет текст. Ваавта. В единственном числе. И возлюби. Ваавта. Это Шем-Эл-Кейха. Бога Всесильного твоего. Беколи Вавха. Всем сердцем и так далее. А дальше идет вторая часть. Ва-Я. Им шамо атишмы у этмитсватай. Если будете слушать вы заповеди мои. То есть здесь есть постоянное вот это вот переключение с... В одном числе, да? Как Авраам Авин, он был вообще один, был один, который противостоял всему миру. В... И остался Яков Левадо. Остался Яков один, когда он воевал с ангелом Эйсава. То есть есть... У каждого человека есть его индивидуальная работа со Всевышним. То, что он... То, что он индивидуально внутри переживает свой контакт, выполняет свои заповеди и так далее. Но есть и работа, которая общественная. Например, когда человек живет в семье, то у него жена, она ему дана как эзер кэнэкдо. Помощник против него. И Тора нам объясняет. Удостоился перед Всевышним помощник. Не удостоился против него. То есть она все время... Когда ты живешь с женой, ты не можешь быть один, да? То есть ты уже должен быть... Ты должен... У тебя есть обязанности перед ней. У тебя есть взаимодействие с ней. То есть проверяется. А как это ты возлюби ближнего как себя, если у тебя тут рядом вот есть жена, и все время возникают с ней какие-то противоречия, да? Она ближняя, ближняя, она так и называется, ближняя. А возлюби ее как себя, а если ты любишь себя, это у тебя свои какие-то пожелания, что такое ты хочешь. Оп, сразу тебе сложнее. То есть если ты один, тебе проще. Поэтому Бог не дал Тору Аврааму. Он его испытывал, испытывал, испытывал. Опять же, главные все были испытания взаимодействия с другими людьми, да? Как он взаимодействует? Увеличить деятельность ВАИКРА в десятки раз. У нас есть планы сделать онлайн-школу. У нас есть много разных планов дополнительных, что можно сделать. Но на все это нужны средства. Средства мы хотим, чтобы, так как мы делаем это вместе, вот внизу, видите, ссылочка. Стань частью великого, большого движения. Мы занимаемся только образованием. Мы хотим заниматься образованием. Но мы хотим, чтобы знание божественное стало доступно для каждого в том формате, в котором ему удобно. Чтобы, ну, все было понятно, да? То есть мы свет и радость мы приносим людям. Это наш принцип, да? Наша миссия. Поэтому выбирайте, кем вы хотите быть, другом, партнером или спонсором. И, значит, велкам. Входим в следующий год вместе. Входим в следующий год вместе. Теперь, дальше, дальше, жена, да? Идет постоянная проверка того, насколько ты со Всевышним. То есть быть со Всевышним одному намного проще, чем быть со Всевышним, когда рядом есть еще кто-то, с которым ты должен, с которым ты должен, именно должен взаимодействовать. Это очень сложно. А когда это становится народ, да? Атем не цавим аем кул хэм. И вот вы стоите все здесь сегодня, кул хэм, все вместе. Когда мы молимся на Рошашана в молитву, там есть прям в начале, как бы первая часть еще до молитвы, что вот мы здесь все собрались, и собрались все там, и по шим, и преступники, и такие, 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 собрались все. Все. Собрался весь народ, все. А как со всеми взаимодействовать? Один святой праведник, второй разбойник, один бедный, один богатый, один священник, один левит. То есть все, каждый на своей волне. Один, один этот самый, знаете, есть люди, есть экстравертовые интроверты, да? Есть еще холерити, сангвинити, есть флегматичные люди и так далее. И ты должен со всеми взаимодействовать, как ты должен со всеми взаимодействовать? По Торе. Это очень намного сложнее. И Тора была дана именно поэтому 600 тысяч мужчин, еврейский народ, дана была Тора. Вот посмотрим, справитесь, как бы справитесь или нет. Значит, сегодня мы продолжаем изучать книгу о Йом-Йом. Сегодня 23 илуля. И в книге о Йом-Йом рассказывается нам такой случай. Был Раби Мойше, сын Альтера Ребе. Ему было 8, между 8 и 11 годами тут написано. И вот он учил отрывок из Талмуда, в котором было написано трактат. Кто хочет проучить, посмотреть внутри. Трактат называется Детин. Детин, нет, это разводное письмо. Трактат, разводные письма, 67 лист. Представляете, вот вообще в Устная Тора есть трактат, в котором есть около 80 листов, посвященным тому, как происходит процесс развода. То есть не просто там в Торе написано письменное Тора и написал я разводное письмо. Нет, значит, там целый-целый огромный вот такой вот Талмуд, как все, что относится к этому моменту развода. Такой же есть трактат отдельный, который называется Кедушин, посвящение. Все, что относится к моменту соединения. Есть отдельный трактат, который называется Ктубот. Ктубот это ктуба, которую муж дает жене при женитьбе. Это договор, обязательство, что должен делать муж по отношению к жене. Интересно, что именно как бы муж, он в этой ситуации тот, кто должен делать определенные действия по отношению к жене. И это вот такой вот трактат огромный. Самый толстый, кстати. Посвящение трактат, он где-то листов, может, 50, Дитин листов 70-80, а Ктубот он листов 90. Это обязанности мужа по отношению к жене. И, значит, трактат Дитин, 67-й лист. Там рассказывается о качествах мудрецов. И там есть такое слово медот, качество, да, вызвал затруднение. Изучайте мои медот, вызвал затруднение у Раби Мойши, сына Альтера Ребе. То есть изучение Торы это такое глубокое вдумывание в эти все аспекты устной Торы, когда ты размышляешь над ними, чтобы их понять. И вот, значит, там есть два комментария. Один, изучайте мои труды в области Торы, медот, да. И можно так понять. А второй вариант медот, это буквальное понимание, как вот просто перевод слова медот, это изучайте мои черты характера. И в этот момент вошел Альтера Ребе и произнес в своей обычной манере нараспев. Значит, меня это вот больше всего в сегодняшнем адресе, меня удивила вот эта фраза и произнес в своей обычной манере нараспев. То есть представьте, ну вот как человек разговаривает, да. Здравствуйте, здравствуйте, как у вас дела там, все нормально. А Альтера Ребе, у него была обычная манера нараспев. То есть он говорил как-то не так, как говорят все люди, а говорил нараспев. Я даже не знаю, как это выглядело, но он сказал так своему вот этому сыну, да, Рабимоши. Тора, которая нам дана. Тора, которая нам дана. Но я и думаю, что у него была какая-то другая мелодия нараспев. Мне интересно, я спрошу у раввинов-хаббатских, может быть, у них дошла эта традиция, как он говорил нараспев, может быть, наверняка передавалось это каким-то образом из поколения в поколение. Мне очень интересно. И он ему сказал так. Тора, которая нам дана, вся состоит из добрых качеств. Даже те наказания, о которых она говорит, на самом деле являются актами милосердия и добра. Поэтому оба эти понимания, по сути, одно, ведь они взаимозависимы. Не может быть хороших черт характера без Торы, так же, как нет Торы без хороших черт характера. То есть здесь очень, очень здесь понятно, да. Опять же, вернемся, все сейчас привязано, последняя неделя перед Роша Шана. Роша Шана – это день суда. День суда – это то, что определяет, что будет с каждым из нас на будущий год, что будет с вересним народом на будущий год, что будет с миром на будущий год. Все определяется вот через неделю, как раз ровно неделя осталась. И в Роша Шана, да, в Роша Шана, если мы вспомним то, что мы изучали в начале месяца Элуль, что главное, то, что говорил всегда Раф Зильбер, главная идея, которая лежит в том, чтобы правильно подойти к этому важному дню, к дню суда. Это идея, который сформулировал Раби Атива, он сказал так. Амаавир аль медотав, тот, кто умеет переступить через свои медот, через свои качества характера, мавиримлю аль коль пашав, ему прощают все его грехи. Значит, вот, включилась, отлично. Значит, я переключился на ЛТ, на мобильную связь. Значит, надеюсь, что меня слышно, видно и не прервалось окончательно. Значит, смотрите, получается так. Ученые, когда описывают мозг человека, они говорят, что у человека есть мозг рептилии, у человека есть мозг млекопитающего, лимбическая система, и у человека есть, называется это неокортекс, это то, что называется, там, кора головного мозга, мозг человека, да, там, где есть речь, мышление абстрактное и так далее. Теперь получается, что мавир аль медотав, метод человека, да, его качества, они находятся в его прошивке, в его прошивке, в его лимбической системе. И человек, который гневается, человек, который злится, человек, который раздражается, человек, который находится в состоянии, состоянии, вот, бей, беди, замри, да, вот, нужно от этого уйти. И насколько Раби Атива, насколько Раби Атива был, был в этом деле, он в этом деле был просто чемпионом и гением, что невероятно, что когда его даже убивали, и это не просто это страшно, это, знаете, обычно человеку страшно, или он гневается, или он обижается, или он начинает воевать, когда ему кажется, что его затронули, или это включилась у него какая-то старая программа, да, которая, опять же, внутри все зацеплено на этот страх смерти. Но Раби Атива его правда убивали, его не, это не была шутка, что он боялся, а может, меня сейчас убьют, может быть, кто-то меня сейчас обижает, или нападает на меня, на мое эго, на мою личность. Нет, его реально убивали. Он говорит, вот это круто, мне повезло. Я всегда об этом мечтал, чтобы служить Богу, чтобы быть готовым отдать за него свою душу. То есть, насколько у него был его интеллект, и его духовная часть, его интеллектуальная часть была сильнее, чем его животная часть. Это как раз то, что он всю жизнь говорил, а мавир аль медутав, тот, кто преодолевает свои качества, мавирим лю аль коль пашал, ему прощают все грехи. Потому что в основе всех грехов лежит как раз следование животной природе человека, как раз в основе всех грехов лежит. Или же в основе греха лежит вожделение. Вожделение – это человек хочет получать удовольствие запрещенным путем, то, что Бог запретил. Или в основе греха лежит вожделение. Есть еда запрещенная, есть отношения, половые связи запрещенные. Или в грехе лежит эго. Эго – это забрать у других то, что тебе не принадлежит. И в то же время, кого-то. Кого-то – это стремление к почету забрать у Всевышнего то, что тебе не принадлежит. Потому что то, чем человек гордится, это не его, это ему Всевышний дал. То есть это настолько каждая вещь, которой человек гордится, настолько она зависит от Всевышнего, настолько это подарок. Человек говорит, я выиграл Олимпийские игры. Да куда ты выиграл Олимпийские игры? Тебе папа, мама дали динетику, тренер тебя научил. Потом ты родился в удачной стране. Потом из там тысяч… или в неудачной ты родился в стране, тогда тем более. И тебе именно, тебе повезло, что тебя из там тысячи кенийских этих мальчиков, которые были в миллион раз талантливее, чем ты, именно тебя взяли и увезли куда-нибудь там бегать в Америку или куда-то в другое место. То есть, какой бы аспект мы ни взяли бы, то, чем гордится человек, это подарок Всевышнего. И когда человек гордится и говорит, я, я такой, я круче, чем другие, то в этот момент он ворует, получается, власть. Во-первых, он обманывает. Во-вторых, он забирает у Всевышнего, который ему дал подарок. Представляете? Поэтому, получается, что тот, кто мавираль медутав, тот, кто понимает, что вот его эти медот, его животные, эти качества, они его ведут в сторону духовности от Всевышнего, тому Бог прощает все грехи, потому что все грехи, в основе всех грехов лежат эти плохие качества. Но, как сказал Альтера Ребе, без Торы мы вообще бы об этом не знали, не слышали бы, не понимали бы, думали бы себе каждый там что-то свое, и поэтому без Торы нет хороших качеств. Но без хороших качеств нет Торы, потому что, когда у человека есть склонность к плохим качествам, то он будет отрицать то, что говорит ему Тора. И все. Значит, с этим понятно. Вторая книга «Обретение неба на земле». Обретение неба на земле, опять он продолжает, этот раввин продолжает транслировать мысли Ребе, которые нам говорят о величии женщины, что очень удивительно. Например, сегодня в этой книге «Обретение неба на земле» говорится следующая вещь, что самый важный аспект жизни Бог вручил женщине. Представляете? То есть это удивительно. Но с одной стороны это удивительно, с другой стороны это неудивительно, потому что женщина, она рожает, ее назвал, Бог назвал первую женщину как «Хава». «Хава» – мать всего живого, то есть от нее пошла жизнь на земле. «Хава» – это мать всего живого, и поэтому ее, конечно, она важна невероятно. Но что значит самый важный аспект жизни Бог вручил женщине? Женщина больше обязана изучать эзотерическую сторону Торы, чем мужчина. То есть вы видите, как Тора, она совершенно поворачивает в обратную сторону понятия избранности. То есть обычный человек говорит «Я избранный», и так вот он говорит «Я уникальный». У него сразу так голова поднимается, шея распрямляется, и у него главное здесь «Я». А Тора, она нам говорит не так. Значит, если женщина получила самый важный аспект жизни, да, Бог вручил ей, что это значит? Это значит, что у нее самая большая обязанность перед Богом. Какая женщина больше обязана изучать эзотерическую сторону Торы, чем мужчина? Раз у тебя есть большая важность, значит, у тебя есть больше обязанностей, только и всего. Ну, и мы сейчас переходим опять к недельной главе, в которой опять же повторяется вот эта идея, которая, эта идея, она очень, очень такая, но она в Торе достаточно тяжелая для большинства людей. Она тяжела для евреев, потому что она непонятна. Она тяжела для всех остальных, потому что, а почему это так? Но с точки зрения, как мы это объяснили, она становится понятна. Значит, здесь сегодня отрывок идет, 12-й отрывок, для чего вы стоите перед Богом, для чего Бог вам дал Тору, для чего все это, да, для чего это вся была 10 казней египетских, для чего было расступление моря, для чего все это было, для чего 40 лет в пустыне. Для того, чтобы Бог установил тебя сегодня для него, для народа, то есть Бог хотел, чтобы в этом мире был народ, спецназ, который будет заниматься только божественными делами. То есть, он прям установил, что вот этот народ, народ священников, он будет заниматься духовностью. Все. Ву-у-е-ле-ха-ле-элло-им, и он будет тебе всесильным. Кашер-ди-бер-ле-ха, как он уже говорил тебе, вся Тора на этом и посвящена. Ва-ка-шер-ни-жба-ля-вус-эха, как он поклялся отцам твоим. Ля-авра-ам-ли-цкак-улей-я-ков. Все. То есть, так получилось, что начиная с Авраама-авину, потом Ицхака-авину, потом Якова-авину, и тут тоже, опять же, мы чуть-чуть вернемся к тому, о чем вначале говорили, что то, что есть у человека, он не может вообще назвать своим. Ничего, что есть у каждого из нас, нельзя назвать это мое. Почему? Потому что перед каждым из нас была целая цепочка, сотни-сотни людей, которые нам дали, каждому из нас. Дали генетику, тело, жизнь и так далее. То есть, все, что я говорю, это мое, оно по факту уже разделяется на тысячи людей, которые были перед нами в генетической этой цепочке. Теперь, и об этом тоже нужно всегда помнить. У евреев есть, значит, праотцы Авраам, Ицхак и Яков. Если человек становится не евреем, хочет быть евреем, то он становится бен Авраам. То есть, те, кто проходят Ди-Юр, они становятся сын Авраама и сын Сары. Как будто бы они присоединяются к первому человеку, который соединился с Богом. То есть, это очень интересно. Я вот никогда об этом глубоко не задумывался. Но тот, кто не еврей, он хочет стать евреем, и он присоединяется к еврейскому народу, и проходит процесс присоединения, это принятие Торы, принятие этого союза, то он становится сын Авраам и сын Сары. Хорошо, значит, дальше. Велоид кем леват кем, анухи корет, это брит, азот. Этот разговор, он состоялся, когда перед смертью Машера Бейну, в пустыне, когда они заходили в землю Израиля. И он передает слава Бога, что не с вами только, которые вот здесь стоят и слышат меня, анухи корет, это брит, я заключаю этот союз, говорит Бог. Вет ала азот, эту клятву. Киет ашер ешно по иману, так же с теми, которые есть здесь с нами. Омет айом, стоят сейчас перед Богом всесильным нашим. Вет ашер эйне но по иману айом, и с теми, которые не с нами сегодня. И написано, Усна Тора нам говорит, что так же и с поколениями грядущими, то есть, в виду имеется не отсутствующие, а еще не родившиеся. То есть, этот союз был заключен со всеми поколениями, которые будут дальше и дальше, и дальше, и дальше, до конца мироздания, до прихода Машерха. Все, это как бы есть общественная модель, есть индивидуальная модель. И каждый из нас находится, с одной стороны, мы находимся в общественной модели мира, то есть, мы находимся, каждый из нас часть какой-то группы людей, которые, опять же, мы себя причисляем, и человек, он может выбирать гражданство, может выбирать национальность. Национальность, многие тоже могут выбирать, потому что на сегодня в мире осталось мало людей, которые 100% принадлежат к одной национальности. То есть, очень много смешивалось людей, и у каждого, если пройти генетический анализ, то он может найти у себя в крови и финнов каких-нибудь, и еще кого-то, да? То есть, в принципе, и национальный человек может выбирать. Тем более, человек может выбирать веру. Поэтому, каждый человек, он должен задуматься, то, во что я верю, да, это же моя вера. То есть, если я взял чужую веру, и я в эту веру верю, кто-то верил, и я верю, то можно задать вопрос, вот то, во что я верю, я же должен выбрать, это мой выбор, моя ответственность. И дальше каждый из нас находится в большой модели мира, в меньшей модели мира, семья, да, правила семьи, привычки семьи, какие-то генетические истории, какие-то модели реагирования и так далее. И дальше личностно начинается история, кто я, где я, какой я, какие мои цели нам в год, что я перед Богом прошу, что для меня важно, что не важно. В этом тоже, когда человек разбирается, то в Роша Шана, знает он об этом или нет, его модель, то, во что он верит, насчет мира, насчет себя, насчет своих планов, насчет своих целей, насчет своих действий, насчет своих правил, все это проходит в Роша Шана, индивидуальный такой идет рентген, как МРТ такое, да, жих, все это просвечивалось, вот тебе матрица. Потом всех соединили, вот вам ваш будущий год, и я очень надеюсь, что в будущий год закончится война, что каждый из нас поймет, что нет смысла никакого воевать, что можно, можно жить, и можно и классно, и хорошо жить в мире, в любви, в доброте. Моавира Альмедатав, тот, кто отпускает свои качества, не гневается, не, как называется, есть гнев, это яркое проявление, а есть раздражение, не нравится, неудовольствие, скука, это все мелкие-мелкие проявления гнева, и перейдет на сторону позитива, благодарность, любовь, позитив, счастье, видеть хорошее, давать хорошее, делать хорошее. Если каждый из нас внутри сделает этот клик внутри, и продержится с этим кликом в следующую неделю, и когда, когда Роша Шана, да, и много будет людей с кликом, которые, мы хотим добро, мы хотим мир, мы хотим шалом, чтобы было шалом в душе, шалом в семье, шалом вокруг, мы хотим, чтобы была любовь, радость, интерес, игра, творчество, без вот этих всех там скути, ненависти, забирать, злоба и так далее, то Всевышний скажет, нате вам, живите, потому что Всевышний же хочет дать только добро. Все, удачи, успехов, всем хорошего, хорошего дня, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, и выполнил запросы вашего сердца для вашего добра. Все, удачи, успехов.